Уважаемые друзья, коллеги, добрый вечер! Мы продолжаем цикл лекций про редкие заболевания неврологические. Сегодняшняя наша лекция, которая будет посвящена приобретенным и метаболическим миопатиям, поражениям мышц. Метаболические миопатии подразделяются на миопатии при болезнях накопления гликогена, пуринов, липидов и на митохондриальные миопатии. Начнем с миопатии при болезнях накопления гликогена. Остановимся на наиболее распространенных формах и от более распространенных форм перейдем к более редким. Болезнь помпы, гликогеноз второго типа, это дефицит фермента кислая мальтаза. Здесь указана хромосомная локализация дефекта. Выделяют инфантильную форму, которой страдают младенцы. Наблюдаются гипотония диффузная мышечная. И более популярная, так сказать, более актуальная взрослая форма болезни. Она часто встречается. Развивается проксимальная или дистальная слабость. Развиваются когнитивные нарушения, деменция. Возникает поражение центрального и периферического мотонейрона. Больные жалуются на недержание мочи. Течение болезни, не прогрессирующая, а достаточно статичное. Но иногда имеют место в случае прогрессирования с развитием дыхательных нарушений, которые становятся фатальными. Тип наследования болезни аутосомно-рецессивные. То есть болезнь встречается в семье, но не у отца и сына, например. Может быть, у больного и его дяди. При электромиографии выявляются потенциалы типичной спонтанной активности, такие как потенциалы фибрилляции, положительные острые волны, возможная фасцикуляция и возникают миотонические разряды, генез которых при этом заболевании точно не установлен. И при миографии игольчатой регистрируются также миопатические единицы. Следующая болезнь – это гликогеноз третьего типа, болезнь Кори Форбса. Также эта болезнь называется патология Дебранчерфермента, нарушение разветвления гликогена. На хромосомной локализации здесь указано. Также при инфантильной форме возникает диффузная мышечная гипотония у ребенка. А при взрослой форме клиническая картина возникает такая же, как при болезни помпа. Тоже аутосомно-рецессивное заболевание течения, достаточно статичное. Здесь случаи прогрессирующего течения редки. И при электромиографии возникают такие явления, как миотонические разряды, комплексные повторяющиеся разряды, потенциалы фибрилляции, фасцикуляции, положительные острые волны и также характерно сенсомоторная аксональная полиневропатия. При этих формах проводится дифференциальный диагноз с боковым амиотрофическим склерозом, поскольку имеют место поражение центрального и периферического мотонейрона. Вот здесь показаны миотонические и псевдомиотонические разряды у молодой пациентки 32 лет с взрослой формой болезни помпа. Первоначально у больной предположили баз из-за наличия обычной полиморфной спонтанной активности, наличия порезов в мышцах ног, но при этом у больной были низкие рефлексы и были множественные миотонические и псевдомиотонические разряды. Миотонический разряд слева на картиночке – это группа потенциалов, убывающие амплитуды, которые при прослушивании электромиограммы имеют такой вид, как шум пикирующего бомбардировщика, взлета самолета. Псевдомиотонические разряды – это разряды высокочастотные, однородные амплитуды на картиночке справа, которые тоже издают характерный звук при прослушивании электромиограммы. Следующая болезнь – это гликогеноз четвертого типа, болезнь Андерсон. Тоже наблюдается нарушение разветвления гликогена, но уже бранчинг фермента, указана хромосомная локализация. Болезни являются аутосомно-реценсивной. При инфантильной форме у детей имеют место генерализованные порезы, а при взрослой форме тоже проксимальная или дистальная слабость. При электромиографии характерны комплексные повторяющиеся разряды. Миотония встречается редко, течение болезни статичное. Вот справа показаны накопления полиглюкозановых телец в мышечных волокнах. Это такие беленькие включения между мышечными волокнами. Следующая болезнь – это болезнь Маккар для гликогеноз пятого типа. Это дефицит миофосфорелазы. Хромосомная локализация указана. При инфантильной форме выявляют у ребенка грубый тетропорез, а при взрослой форме характерны такие симптомы, как более доброкачественное течение в виде нарушения толерантности к физическим нагрузкам, крампи в мышцах, миалгия, утомление. Наследование болезни является аутосомно-рецессивным. И при электромиографии редко выявляют фибрилляции. В основном выявляют комплексные повторяющиеся разряды, положительные острые волны, некроз мышечных волокон. И также выявляется декремент М-ответа при ритмической стимуляции. Течение данного заболевания прогрессирующее. Если мы выявляем декремент М-ответа при ритмической стимуляции, понятно, что проводится дифференциальный диагноз миостынией. Вот здесь показано, как при болезни Маккарля выявлен миостынический синдром. Отмечается декремент амплитуды М-ответов при ритмической стимуляции в мышце бедра. Следующая болезнь – это гликогеноз седьмого типа. Болезнь Таруи – это дефицит фосфофруктокиназы. Хромосомная локализация указана. Начинается болезнь в детстве с крампи, утомления, нарушений толерантности к физической нагрузке. Такие дети, например, сообщают, что в школе они не играли в футбол вместе со своими сверстниками, но могли стоять на воротах, не могли бегать, подтягиваться, не могли много приседать. Течение болезнь характеризуется прогрессирующим течением, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. И миография такая же, как при болезни Маккарля. То есть тоже редко возникают потенциалы фибрилляции. В основном комплексные повторяющиеся разряды, положительные острые волны. И миостеническая проба может быть положительной. Проводится дифференциальный диагноз миостенией. Следующая болезнь – это гликогеноз восьмого типа. Это дефицит фосфорилаза Б-киназы. Хромосомная локализация здесь указана. Начало может быть во младенческом или во взрослом возрасте с нарушением толерантности к физической нагрузке. Характерно миоглобинурия. Возможны легкие порызы. Наследование аутосомно-рецессивное течение также прогрессирующее. При электромиографии изредка выявляют комплексные повторяющиеся разряды потенциала фибрилляции, положительные острые волны. Следующая группа заболеваний – это гликогенозы девятого, десятого и одиннадцатого типа. Характерно для этих заболеваний то, что наследование аутосомно-рецессивное, течение прогрессирующее, но электромиография у этих пациентов в норме. Разберем более подробно. Гликогеноз девятого типа – это дефицит фосфоглицераткиназы. Находится на X-хромосоме, на ее коротком плече. Генетический дефект. Начинается в детстве. Возникают крампи, миоглобинурия, нарушение толерантности к физической нагрузке. Порезы возникают редко. Для этого заболевания характерно сочетанное наличие гемолитической анемии. И, возможно, поражение центральной нервной системы в виде когнитивных нарушений или каких-то иных симптомов. Атоксии, например, пирамидного синдрома. Гликогеноз десятого типа – это дефицит фосфоглицератмутазы. Тоже начинается в детском или подростковом возрасте с нарушения толерантности к физической нагрузке. Крампи, характерная миоглобинурия. Тоже аутосомно-рецессивное тип наследования. Прогрессирующее течение. При миографии никаких признаков миопатии. Мы у этих пациентов не видим. Гликогеноз одиннадцатого типа – это дефицит лактат-дегидрогеназы. Хромосомная локализация здесь указана. Тоже начинается в детском или подростковом возрасте с нарушения толерантности к физической нагрузке. Крампи и миоглобинурии. То есть вот эти заболевания гликогеноза девятого, десятого, одиннадцатого типов, они, за исключением девятого типа, достаточно похожи друг на друга. И если мы встречаем пациента, например, взрослого пациента, который жалуется на то, что с детства у него сложности всегда были с переносимостью физической нагрузки, с проблемой с уроками физкультуры, а впоследствии он начал отмечать мышечные боли после нагрузки или вне нагрузки. И, соответственно, это все носило приступообразный характер. Нам надо заподозрить вот эти вот гликогенозы. Измерить у пациента, конечно, нужно КФК, миоглобин. Причем, если пациент просто находится вне приступа, анализ на миоглобин может ничего не показать. Обязательно нужно пациенту сказать, что попробуйте сдать анализ, когда у вас будут боли мышечные во время приступа. Либо можно спровоцировать миоглобинурия небольшой физической нагрузкой. Ну, конечно, не так, чтобы довести пациента до какого-то сильного болевого приступа, но, тем не менее, попробовать предложить пациенту немножечко поприседать, сделать какие-то упражнения и взять анализ мочи на миоглобин. Достаточно коварство этих заболеваний в том, что при электромиографии ничего не выявляется. Нередко у таких больных могут подозревать психопатологию, какие-то синестопатии. Нередко могут путать эти состояния с таким заболеванием, как первичная фибромиология, которая тоже является психосоматическим. Важно помнить, что бывают миопатии при нарушениях обмена гликогена, которые не сопровождаются электромиографическими изменениями. Надо сказать, что в данной ситуации может быть полезна биопсия мышечная, которая может выявить, соответственно, накопление гликогена между мышечными волокнами. Это поможет поставить правильный диагноз и назначить лечение. Так, лечение болезни помпа, например, заключается в применении рекомбинантной человеческой альфа-глюкозидазы из молока кролика в дозе 15-40 мг на килограмм в неделю. У пациентки, про которую я говорил, была сделана мышечная биопсия с окраской на гликоген по шифу. И вот видно, что во всех мышечных волокнах хорошо видны вакуолия, наполненные гликогеном. Белые вакуолия на фоне красных мышечных волокон. Следующий раздел – это миопатия при нарушениях пуринового обмена. Здесь в первую очередь нужно упомянуть о таком заболевании, как дефиците миоадонилациклазы. Это заболевание, которое тоже проявляется болями в мышцах при физической нагрузке, миоглобинурией, и начинается оно в детском и подростковом возрасте. Выделяют первичные и вторичные синдромы, дефициты миоадонилациклаза. По данным американских авторов, это заболевание встречается в 1-2% биопсии мышц. Дефект находится в гене АМПТ-1. КФК в норме или слегка повышена. И, соответственно, электромиография, так же, как при последних гликогенозах, в норме. Здесь, опять же, возникает риск того, что у больных могут подозревать какую-то психопатологию, не находя у них патологии на электромиограмме. Тут, опять же, можно и нужно думать о том, что, возможно, вот такая достаточно распространенная миопатия, и своевременно направить больного в молекулярно-генетическую лабораторию на диагностику мутации гена АМПТ-1. К сожалению, в нашей стране ни в одной лаборатории полный анализ этого гена не делается. Наша клиника пытается сейчас с одной лабораторией договориться о том, чтобы делался такой анализ. Потому что есть лаборатория, где делается анализ на какой-то полиморфизм в этом гене. Это делается для спортсменов, для каких-то специальных целей. А вот для диагностики этого весьма распространенного миопатического дефекта пока в нашей стране нет разработки. Будем надеяться, что нам удастся договориться с этой лабораторией, и будет налажена такая диагностика вот этого заболевания. Следующий раздел – это миопатия при нарушениях липидного обмена. Здесь в первую очередь нужно говорить о миопатиях, связанных с дефицитом карнитина. Как известно, 75% карнитина в организм человека поступает с пищей. Выделяют первично-мышечный дефицит карнитина, первичный системный дефицит карнитина, и выделяют вторичную, неопределённую форму дефицита карнитина с нормальным или немного сниженным его уровнем. Первично-мышечный дефицит карнитина проявляется в детском или подростковом возрасте. У детей отмечаются порезы и атрофии, отмечается слабость шеи, гиперлордоз в пояснице, выявляются классические миопатические симптомы – это утиная походка пореза ягодичных мышц, это приёмы Говерса, то есть дополнительные приёмы, помогающие больному встать из положения сидя. У больных могут развиваться нарушения сердечного ритма в результате кардиомиопатии. КФК может не повышаться, либо может повышаться достаточно до высоких цифр, до 15 раз. На электромиографии выявляются миопатические единицы, стимуляционная миография не выявляет патологии нервов. И спонтанная активность, такая как потенциалы фибрилляции, положительных острых волн, бывают только при наличии клинических порезов. Для лечения применяется карнитин в высоких дозах 2-6 грамм в сутки. То есть это препарат карнитон, представленный на российском рынке, с таблеточками по 1 грамму. От 2 до 6 таблеточек в день такие пациенты должны получать. Первичный системный дефицит карнитина сопровождается выраженным снижением карнитина плазмы, вторичным нарушением окисления жирных кислот, первичного дефекта окисления жирных кислот, при этом заболевания нет. И здесь также наблюдается клиническое улучшение у больных после терапии карнитином. Начинается болезнь в раннем детском возрасте, возможно, развитие энцефалопатии, как при синдроме РЕ, отмечается увеличение печени, повышение гипераммониямия, возможно, гипогликемия некитоновая, без кетоацидоза. Развивается кардиомиопатия и миопатия скелетных мышц. Выявляются у таких больных мутации в гене СЛЦ-2А5. Лечение – это высокие дозы карнитина, но отмечают, что это эффективно лишь участие пациентов. Ну и, наконец, вторичный дефицит карнитина встречается при органических ацидуриях, то есть нарушениях обмена аминокислот, при дефектах дыхательных цепей митохондрий, может быть, при синдроме Фанкуни, дефиците метилен-тетрагидрофалатрия дуктазы. У больных, находящихся на гемодиализе, которые длительно принимают вольпраты, ампицилин и зидовудин – препарат от ВИЧ. Далее следует отметить такую болезнь в миопатиях при нарушениях липидного обмена, как дефицит карнитин-пальметаил-трансфераза. Вот, насколько мне известно, в России уже есть даже пациентская группа родителей детей с этим заболеванием и их родителей, которые занимаются борьбой за то, чтобы в нашей стране им предоставляли соответствующее лечение. Если болезнь начинается в наиболее раннем возрасте, в младенческом, то, как правило, она заканчивается летально. Отмечается летальная энцефалопатия, кардиомиопатия с грубыми нарушениями ритма. Во взрослом возрасте болезнь протекает более доброкачественно, тоже имеют место миалгии, крампии, миоглобинурии во время приступов. КФК немного повышена или в норме. Электромиография выявляет миопатические единицы. Также при патологии липидного обмена встречаются такие дефекты, как патология оцилкоэнзим-адагидрогеназ. Здесь есть разные ферменты. Есть патология очень длинно-цепочного фермента, длинно-цепочного, среднего и коротко-цепочного фермента, а также длинно-цепочный тригидроцилкоэнзим-адагидрогеназ. Здесь есть определенное лечение. Например, при средне-цепочечной патологии применяют 2 грамма на килограмм крахмала утром низкожировую диету, то есть менее 30% жиров должно поступать в организм. Это заболевание проявляется синдромом РЕ, эпизодами летаргии, рвотой, никетоновой гипогликемической комой у ребенка в возрасте около 2 лет. Примерно такие же проявления имеют место при длинно-цепочной форме. Лечением здесь будет 0,5-3 грамм на килограмм среднецепочного триглицеридного масла и низкожировая диета. Следующая группа заболеваний – это митохондриальная миопатия. Как мы знаем, митохондрии имеют собственную ДНК, которая отделилась от ДНК ядра клетки человека примерно миллиард лет назад в процессе эволюции. Эта ДНК является кольцевидной двойной цепью размером 16,5 килобас. И при мутациях митохондриальной ДНК в части клеток человека оказываются только нормальные митохондрии, это называется нормальная гомопластия. В части клеток человека оказываются и мутантная, и здоровая митохондриальная ДНК, это называется гетеропластия. А в части клеток находится только мутантная митохондриальная ДНК, это называется мутантная гетеропластия. Метахондриальные дефекты передаются от матерей к дочерям. Когда количество мутантных митохондрий превышает определенный порог, проявляется патологический фенотип, то есть митохондриальное заболевание. Однако мутантные митохондрии могут компенсировать свою функцию, задействуя МРНК и ТРНК из соседних здоровых митохондрий при состоянии гетеропластии. Таким образом, это позволяет развиваться несколько редуцированному патологическому фенотипу. Перейдем к рассмотрению конкретных форм. Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами или синдром МЕРФ. Здесь наблюдается проксимальная мышечная слабость, но симптомы, которые в большей степени на себя обращают внимание у больных, это генерализованные эпилептические припадки, это развитие когнитивных нарушений деменции, это нейросенсорная тугоухость, атаксия, атрофия зрительных нервов. Это, конечно, в большей степени инвалидизирует пациентов. Характерна фотосенситивная эпилепсия на электроэнцефалограмме. При фотостимуляции появляются разряды эпилептиформные. Для таких больных характерны множественные симметричные липомы. У этих больных нет глазодвигательных нарушений. При электромиографии стимуляционной выявляется патология чувствительных волокон, сенсорная аксонопатия нервов. При электромиографии игольчатой мы видим мелкие ПДЕ с низкой амплитудой, длительностью и полифазией с ранним рекрутированием, то есть типичные миопатические единицы. В мышечных волокнах в биопсии у таких больных отмечается пролиферация митохондрии с красным ободком и крапчатой цитоплазмы. Это так называемые рваные красные волокна. Вот здесь мы видим в биоптате на голубом фоне эти красные ободки и такую крапчатую тоже цитоплазму мышечных волокон, в которых имеется мутантная митохондриальная ДНК. Также при митохондриальных миопатиях применяются разные методы окрашивания биоптатов. И надо сказать, что очень характерным являются два признака. Это отсутствие окраски на циклооксигеназу некоторых мышечных волокон. Это первый рисуночек. Желтенькие волокна нормальные, а беленькие ненормальные. И, возможно, избыточная окраска на сукцинат-дегидрогеназу некоторых волокон. Рисуночек номер два. Голубая избыточная синяя окраска мышечных волокон некоторых на фоне отсутствия окраски большинства волокон. Если говорить о лечении синдрома Мерф, то здесь основной проблемой, конечно, является эпилепсия. Означаются антиконвульсанты, но нужно следить за дозами. Нужен лекарственный мониторинг, потому что возможен у таких больных седативный эффект с угнетением дыхания. Для лекарственной терапии у них используется креатин, креатин-моногидрат в дозе 5-10 грамм в сутки. Это большие дозы креатина. Следующее заболевание – это митохондриальная энцефаломиопатия с лактатацидозом и инсультоподобным синдромом. Здесь у больных в возрасте обычно 15 лет, но бывают и более поздние случаи начала заболевания, развиваются энцефалопатия и миопатия с повышением лактата в крови и ликваре. В 15 лет начинаются где-то у 60-80% больных симптомы, и развиваются инсульты, которые часто ассоциируются с мигренозными болями головными. Таким мигренозным болям и инсультам часто предшествует физическая нагрузка или инфекция, например, ОРВИ. Вот ниже, тут, правда, не очень хорошо видно, представлены диффузионно-взвешенные магнитно-резонансные томограммы головного мозга 61-летнего больного с синдромом Мелос, где видно, что зона ишемии, в височной доле, это правый рисуночек, не соответствует зонам сосудистого бассейна, это яркие зоны, а слева на рисуночке видно, что этой зоне соответствует темная окраска карты относительно коэффициента диффузии. То есть здесь по этим признакам несоответствия сосудистому бассейну, вот такому распределению изображения на диффузионно-взвешенное МРТ, можно заподозрить, что это необычный ишемический инсульт. Следующее заболевание – это синдром Кернса-Сейра. Для этого заболевание характерна триада, которая включает в себя прогрессирующую наружную офтальмоплегию, пигментную ретинопатию, которая выявляется при осмотре глазного дна, и АВ-блокаду, которая выявляется при ЭКГ. Дополнительными симптомами этого синдрома могут быть низкий рост, проксимальные порезы и амиотрофии, нейросенсорная тугоухость, когнитивные нарушения, в частности отставание в развитии, отставание в успеваемости в школе у ребенка. И часто бывают множественные эндокринные нарушения. Следующее заболевание – это прогрессирующая наружная офтальмоплегия, для которой характерен ограничение взора по горизонтали и ПТУС. У меня была такая пациентка, у нее была выявлена мутация в гене, митохондриальная ДНК в гене ПОЛГ. Аутосонно-рецессивная кардиомиопатия наблюдается с офтальмоплегией, также синдром кардиомиопатии, офтальмоплегией, также известны синдромы истощения ДНК – это фатальная инфантильная миопатия и доброкачественная инфантильная миопатия. При доброкачественной инфантильной миопатии в лабораторных анализах характерно повышение КФК в 30 раз, повышается лактат, отмечается глюкозурия, протеинурия, аминокислоты, повышенные в моче. На МРТ головного мозга у ребенка отмечаются очаги гипомиеллинизации, а на электромиографии выявляются как миопатические, так и невритические потенциалы двигательных единиц. Нейрогастроинтестинальный синдром. Здесь представлены иностранные аббревиатуры. Генетический дефект здесь находится в гене ТИМП, так называемом, из 12 экзонов состоящим. Значит, какие здесь симптомы? Это глазодвигательные нарушения, это полинеэропатия, это на МРТ выявляющаяся лейкоэнцефалопатия и так называемая кишечная псевдообструкция, которая связана с тем, что страдают гладкие мышцы кишечника. Симптомы начинаются в возрасте от 2 до 32 лет. На электромиографии выявляется сочетание невритических и миопатических единиц. Выявляется спонтанная активность мышечных волокон, это потенциалы фибрилляции. КФК не повышается, немного повышаются в лабораторных анализах. Лактат, перуват, также может быть повышение белка в ликваре, в цереброспинальной жидкости. Характерна дилатация кишечника. На его рентгенографии и на ЭКГ выявляется блокада правой ножки пучка ГИСа. Синдром Ли подостро-некротизирующая энцефаломиопатия. Обычно развивается в детском, а не взрослом возрасте. Это фатальное заболевание, которое проявляется отставанием психомоторного развития, приступами рвоты, наличием глазодвигательных нарушений, нарушений дыхания, мышечными атрофиями и общей мышечной слабостью. Отмечаются птос, нестагм, снижение зрения в результате атрофии зрительного нерва. Могут быть спастичность, снижение слуха, гиперкинеза, атаксия и полинейромиопатия. Следующая группа митохондриальных миопатий – это митохондриальная миопатия и седоробластная анемия. Здесь отмечается прогрессирующая непереносимость физических нагрузок с детского возраста, признаки миопатии на миографии. Позже возникает в подростковом возрасте седоробластная анемия. В пунктате костного мозга можно увидеть отложение железа в эритробластах. Митохондриальная миопатия с повторной миоглобинурией. В покое лактат и перуват, сыворотки в норме. Но вот если мы попросим пациента сделать приседание или какой-то аналог физического упражнения и возьмем у него кровь на лактат и перуват, мы увидим, что они повысятся. Немного повышена КФК и в биоптате мы увидим рваные красные волокна. Следующий дефект – это дефицит сукцинат-дегидрогеназа. Здесь больные жалуются на миологии, нарушение переносимости физических нагрузок, на крампе, возникают эпизоды миоглобинурии и здесь возможен отек мышц при эпизодах рабдомиолиза. Надо сказать, что рабдомиолиз – это фатальное осложнение при миопатии, которое может вызвать острую почечную недостаточность, закупок репочечных канальцев. Поэтому это заболевание является опасным. КФК повышается при этом заболевание. МГ выявляет миопатические единицы и выявляются в биоптате рваные красные волокна. И, наконец, дефицит коэнзима КУ-10. Это заболевание полиморфное, гетерогенное. Выявляют миопатическую форму с нарушением переносимости физических нагрузок, миоглобинурии, миопатии при электромиографии. Также у больных выявляются эпилептические припадки и имеют место атаксия. У младенцев может развиваться дефицит коэнзима КУ-10 в виде генерализованной энцефалопатии и патологии почек. Также известна атактическая форма с развитием атаксии, эпилепсии и атрофии мужичка. Как известно, мужичок оказывает антиэпилептическое действие, является частью антиэпилептической системы. Поэтому его атрофия в данном случае приводит к развитию припадков. Возможно, развитие по типу синдрома Ли, либо, возможно, изолированная миопатия. Здесь важно диагностировать коэнзим КУ-10 в сыворотке. Если он существенно снижен, назначить препарат. У нас есть замечательный КУ-ДЕ-САН, при котором возможно улучшение симптомов некоторых. Приобретенная миопатия. Здесь в первую очередь нужно сказать о миопатиях в результате применения лекарственных средств. Большую группу составляют здесь статиновые миопатии. Как известно, статины – это ингибиторы бета-гидроксия, бета-метил, глютарил, коэнзима А, ГМГ, КУА, редуктазы, которые снижают уровень холестерина. В 2004 году на рынке в США было продано оторвостатина, это наиболее популярный статин, который проникает через гематоэнцефалический барьер, на 11 миллионов долларов. В США применяют различные виды статинов. В России применяются такие формы препаратов, как симвостатин или симгал, аторвостатин или аторис, и розовостатин – это крестер. Как статины приводят к миопатии? Они подавляют превращение ГМГ, коэнзима А в меволонат, из которого образуется коэнзим КУ-10 и белки, отвечающие за целостность мембраны мышечных волокон, сигнальные пути и рост мышечных клеток. Здесь ясно, что одним из путей лечения является назначение препарата Кудесан, коэнзима КУ-10. Эпидемиология статиновых миопатий считается, что при приеме статинов примерно у 2-7% больных возникают миологии, а где-то у 0,1% до 1% больных возникают парезы с повышением КФК. При совместном применении статинов и фибратов парезы с повышением КФК развиваются у 2% больных, а при совместном применении статинов и циклоспорина, например, развивается миопатия у 32% больных. Доказана дозозависимая миотоксичность симвастатина. Для аторвастатина пока такой информации нет, а вот такой препарат, который используется в Америке, церевастатин, например, был изъят с рынка из-за случая фатального рапдомиолизоса, явлениями почечной недостаточности, которые привели к смерти пациентов. У больных со статиновыми миопатиями развиваются миалгии, проксимальные парезы, характерные отеки мышц и боли. То есть это состояние, которое значимо ухудшает качество жизни больного. КФК повышается до очень высоких цифр. В биоптате выявляется дегенерация волокон 2 типа, выявляется перевоскулярная инфильтрация, то есть воспалительные изменения. И при миографии характерные миопатические единицы могут быть миозетические единицы, а также миотонические разряды. При этом считается, что миотонические разряды являются фактором дополнительного повреждения мышц при миопатии. Лечение заключается в отмене статинов и назначении восстановительной терапии препаратами креатин, карнитин, кензим-Ку-10, неатон, фосфоден. В том случае, если миотонические потенциалы продолжаются после отмены статинов и дополнительно повреждают мышцы, можно назначить микродозы фенитаина. Следующая миопатия, связанная с приемом лекарственных препаратов, это стероидная миопатия. Она очень распространенная, надо сказать. Распространенностью недооценивается. На фоне приема стероидных гормонов, таких как дексаметазон, преднизолон, внутривенно или перорально, развиваются безболевые проксимальные порезы, преобладающие в ногах. При этом надо сказать, что у определенных групп больных, например, у больных бронхиальной астмой, могут страдать мышцы глотки и диафрагмы. Я часто сталкивался с тем, что в различных клиниках назначают стероиды больным БАС, больным боковым миотрофическим склерозом. Нередко мы видим тоже у них стероидную миопатию после этого с ухудшением клинической картины. Как стероиды вызывают миопатию? Они вызывают избыточный протеолиз в мышцах посредством обикветиновой системы. И проявляется это появлением миопатических единиц на электромиограмме. Возможно, спонтанная активность мышечных волокон. К другим лекарственным миопатиям относятся миопатии при применении интерферонов, депенициламина, при котором также возможен миостенический синдром, дифенина, леводопы, циметидина, вакцин с солями алюминия, препаратов, содержащих L-триптофан и зидовудина. Клиника Real Health, которая будет переименована в клинику Глеба-Левицкого в будущем году, предоставляет помощь больным с различными формами приобретенных и метаболических миопатий. В первую очередь, это диагностика, это игольчатая электромиография. Естественно, мы выполняем и стимуляционную миографию, если есть подозрения на неверетический компонент заболевания. Это лабораторные анализы, то есть мы можем посмотреть КФК, миоглобин, коэнзим-КУ-10, карнитин. Это молекулярная генетика. Если мы подозреваем, например, гликогенозы, пожалуйста, мы можем обратиться к методам молекулярной генетики. Это биопсия мышцы с детальным анализом ее. И амбулаторное лечение. Это дневной стационар и наблюдение больных. Некоторых больных мы можем вылечить, некоторых больных мы можем наблюдать и поддерживать. Я благодарю вас за внимание и через какое-то время буду готов ответить на ваши вопросы. Еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. Нам поступило три вопроса в студию. Дарья спрашивает, можно ли сформулировать общие принципы диеты при метаболических миопатиях. Вы знаете, к сожалению, трудно сформулировать какие-то общие принципы, потому что важно определить, что нарушено, что это дефект, например, пуринов, липидов, или это митохондриальный дефект. И, конечно, исходя из этого, назначается диетическая добавка. Елена спрашивает, какова частота развития миопатии при приеме статинов. Хороший вопрос. Вы знаете, Елена, официальная статистика, которую мы сегодня озвучивали, это где-то примерно от 2 до 7% развиваются миалгии. Если статины и фибраты принимаются 2% больных страдают миалгиями. И где-то 0,1-1% больных страдают развернутой формой статиновой миопатии с отеком мышц и болями. Но надо сказать, что последние эпидемиологические исследования показали, что все-таки у большего количества людей, принимающих статины, наблюдаются миалгии, сложности с переносимостью физической нагрузки. Тут сложно озвучивать какой-то процент. Но там в этих публикациях говорится, что это примерно 10-20% людей. Какая-то коррекция по статистике тяжелой форме миопатии не дается. Светлана спрашивает, у нее наблюдается 2-летняя пациентка, у которой генетическим анализом подтвержден диагноз синдрома Ли. Есть ли смысл определять уровень корнитина и коэнзима Ку-10? Какова диета, медикаментозное лечение? Вы знаете, как мы сказали, синдром Ли – это очень тяжелое заболевание. Здесь, конечно, имеет смысл обсуждать назначение и высоких доз корнитина, и прием коэнзима Ку-10, и, возможно, прием креатина в качестве миотропных метаболических средств, и такие препараты, как неотон, фосфоден. Но не надо забывать, что при данном заболевании развивается выраженное, конечно, страдание головного мозга. Прогноз здесь неблагоприятный. Поддерживающая терапия может быть направлена на то, чтобы дать пациентке как можно больше миотропных метаболических средств. Диета здесь, опять же, вопрос, получает ли больная пища через рот или через гастростому. Важно, чтобы было сбалансированное питание, удовлетворяющее потребностям в белках, жирах и углеводах пациента, чтобы были пищевые волокна. Ну и, естественно, добавлять карнитин и консимку-10 в пищу. Через рот. Да, но вот здесь, опять же, нужно... Светлана пишет, что пациентка получает кормление через рот. Вы знаете, здесь нужно определиться, есть ли у пациентки псевдобульбарный синдром, есть ли нарушение глотания. Обычно это может определить логопед, если нет невролога, который это определяет. И, может быть, здесь все-таки имеет смысл питание через гастростому. Да, обследование и лечение в нашей клинике является платным. Больше вопросов не поступает. Уважаемые друзья, я благодарю вас за внимание. В следующем году мы продолжим цикл лекций, посвященных нервно-мышечным заболеваниям. Сегодня спасибо вам за внимание. Лекция была сегодня сложная. Спасибо вам за вопросы. Темы, конечно, эти все равно актуальны, несмотря на то, что заболевания редкие. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и желаю вам успехов в новом году. Спасибо.